Следующий вопрос. Подтвердилось ли на практике существование квадровых комплексов? Нет. Следующий вопрос. Так, квадровые комплексы. Опять же, это очень условная такая конструкция, и если мы наберем 10 человек из каждой квадры, будем искать в них эти квадровые комплексы, непонятно где искать, проявляться это все может очень по-разному, и опять же есть всякие разные психологические нюансы, личностные, и в общем все это тонет в куче каких-то условностей. Квадровые комплексы очень тесно связаны вообще с понятием квадровых ценностей. Квадровые ценности очень ярко, литературно и образно описаны, например, у Стратеевской. Известный автор из соционики, как раз таки в моей статье я критиковал одно из ее определений волевой сенсорики, но об этом позже. Что касается квадровых ценностей, они изначально были описаны, в общем-то, довольно ярко. То есть там были даны четыре вот таких концепта. И что, исходя из старой соционики, когда считалось, что один тип определяет целую кучу всего, автоматически на человека навешивает определенную модель поведения, профессию, как он должен себя вести, какой он в жизни, в любви, в быту и так далее, вот, то тогда вроде как все просто. Но когда мы смотрим вот эти четыре группы неких признаков и проецируем их на реального человека, то вот эти квадровые ценности соблюдаются далеко не всегда. Есть две основные тенденции, которые мы заметили с позиции принадлежности человека вообще к каким бы то ни было ценностям. И эти тенденции можно обозначить примерно таким образом. С одной стороны, действительно встречаются представители всех четырех квадр, которых мы типировали, у которых выражен концепт квадровых ценностей. Вот прям действительно не только четыре вот этих аспекта, которые присущи каждому человеку как ценностные, а некая объединяющая надстройка, которая выражает эти четыре аспекта как некую смысловую такую компоненту, как некую идею определенную. Если мы берем ту же самую бета-квадру, она описана очень размыто и очень привлекательно. Это может быть одна из причин того, что, блин, вот эти какие-то скучные, вот эти нет, о, я буду из бета, я тоже воспеваю романтику борьбы, я тоже это самое, короче, что там, что нас не убивать делает нас сильнее, я тоже вот это все поддерживаю, я тоже там вот это вот все. Там не описаны очень важные нюансы, что вторая квадра там, это, во-первых, самые упоротые государственники, вот, этого там не описано у Стратеевской, например. Там просто воспевается что-то такое романтичное, что-то такое пубертатного периода, знаете, такой подросток, который, блин, ее параситет. Один против всего мира. Один против всего мира, его не понимают, и вот он такой весь из себя, конечно же, многим захочется, что вот, да, я оттуда. Это первый момент, когда человек тяготеет к квадровым ценностям, действительно, они прям кондовые, кондовейшие. Там представитель альфы какой-нибудь, вот у нас на канале есть, вот Бон Кихот, ее, например, можно посмотреть, там все ярко выражено. И альфийские этики, сенсорики точно так же, там альфийские ценности, мир, дружба, жвачка, развлекаемся, песни поем, там вот это вот все, ну и прочее. Это я так очень утрированно говорю, потому что развлекаются и поют песни люди из любой квадры. А вот, бывают там бы танцы очень яркие, представители определенных ценностей, ну вот, там, о ком я рассказывал из рубрики нашей... Ну, Жижик тот же самый. Ну, Славой Жижик, да, 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 то же самое, Александр Дугин есть такой философ, можно будет отдельно про него видео даже снять. Это бета-ценности просто, не то чтобы в кубе, а не в шестнадцатой степени, наверное. Ну, это в такой очень упоротой форме. Да, ну, бывали и другие представители, которые не настолько ярко выражены. Представители гаммы, берем любого бизнесмена, он так или иначе будет гаммийские ценности транслировать очень ярко, потому что это человек, который реализовался по кондовым гаммийским ценностям. Но есть куча людей, которые реализуются иначе. То же самое дельту берем, там есть ценности более такого консервативного, более миролюбивого характера. И здесь опять же дельтийских управленцев берем, дельтийские ценности транслируются очень ярко. Но бывают ряд исключений, довольно много их. Когда человек тяготеет не столько к ценностям своей квадры, сколько к ценностям своего клуба. И вот здесь уже возникает довольно интересный момент, потому что если у нас имеется, например, логик-сенсорик, таких у нас четыре. Это двое из бетки, двое из дельты. И у нас бывают штирлицы, которые, в общем-то, подходят под определение бытанских ценностей вполне себе хорошо. Потому что там есть коллективизм, есть ценности клуба управленцев или практиков, их еще называют. Есть то, что мы называем соционико-аристократизм, то есть восприятие неких коллективных ценностей, которые имеют приоритет над ценностями индивидуальными. Очень ярко выраженный коллективизм. И, пожалуйста, вроде как это все ложится идеально в бытанские ценности, если не вдаваться в нюансы, если не вдаваться в аспекты. Поэтому квадровые ценности и квадровые комплексы, которые им приписаны, это все очень-очень условно. Далеко не всегда у каждого человека это выражено будет. И очень часто выражены ценности клуба, например, только. Вот такая штука. Бывает наполнение настолько специфическое у человека, что там нельзя проследить ценности однозначно какие-то. Ценности какой-то квадры, например. Там могут быть выражены ценности вообще серьезных квадр, к примеру. То есть черная логика с белой этикой связки. Либо это даже не ценности, а просто отдельные аспекты. Бывает, что человек сам по себе настолько странный, какая-то очень такая неординарная личность, что он транслирует такие взгляды, которые нельзя вообще в какой-то квадре отнести. Но если мы концентрируемся на аспектах, мы увидим ценностные аспекты в полном наборе, но конкретные взгляды, которые транслируют с позиции этих аспектов, они будут какие-то необычные. Вот такие люди встречаются даже, можно сказать, часто. Ну да. И здесь квадровые ценности как критерий типирования стоит использовать в третью, в четвертую очередь. Осторожно. И то осторожно, и только в том случае, если эти ценности вообще у него выражены. Если они у него не выражены, ищем аспекты. Это есть самый первый пункт, с которого стоит начинать, когда вы кого-то типируете. Лучше вообще всегда начинать с аспектов, и потом уже смотреть, ага, что у этого человека квадровые ценности выражены ярко, а у вот этого они какие-то странные. И опять же ставим себе вот эту галочку, ага, может быть еще и так. Вот. Поэтому вот что касается квадровых ценностей, они, как и многое другое в соционике, они переоценены очень сильно. Вот. И по симпатиям к определенному описанию, которое абсолютно субъективно, вообще типировать нельзя категорически. Хотя огромное количество людей занимаются этим, и в общем-то никто им этого не возбраняет, потому что соционика насквозь субъективна в этом плане. И количество течений соционики, оно будет только увеличиваться, и весь вопрос в том, что насколько каждый конкретный человек углубился в соционику, чтобы создать свою собственную. Таких людей тоже очень много. Для нас самый главный критерий – это практика. Потому что то, чему мы обучаем на наших курсах, реально работает у наших студентов, они типируют, и мы с ними в итоге имеем какой-то консенсус по определенным людям. Интертипные отношения работают, все проявляется, аспекты работают, сочетаемость аспектов работает. То есть в данном случае практика реально отражает то, что методика работает. Вот. Если предлагать какие-то альтернативные течения соционики, они, как правило, имеют либо очень малую проверку на практике, либо остаются в среде теоретиков очень долго, и в принципе это может твориться до бесконечности. Потому что никто эти психологические и теоретические концепции из соционики на практике толком не проверял. Поэтому их можно плодить, в общем-то, до бесконечности, не особо заморачиваясь, вообще оно работает, жизнь наблюдается в реальной жизни или нет. Потому что можно поставить эксперимент по поводу того, существует ли там контактный блок или инертный блок, и просто можно закопаться. Как его определить, в каком случае инертность именно такая, а в каком случае это контактность, а почему это не психософия, а почему это вообще не личностные параметры. Чем более четкие параметры изначально заданы в теории, тем больше шансов, что она будет реальное что-то отражать. Если нет этого отражения, то можно гипотезы плодить просто до бесконечности и, в общем-то, умножать энтропию в соционике, которой и так более чем достаточно. Мы движемся в обратном направлении, стараемся применять разумный прагматизм, здравый смысл и бритву Аккама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова